Так, давайте вспомним, что мы с вами в прошлый раз делали. В прошлый раз мы, значит, начали эти самые спрятанные грани обсуждать, да? И, значит, ну и грань называется спрятанной, если она получена с толкновением какого-то числа, там, точек диаграммы, где это число зажато между двойкой и полным числом. Но не все. Значит, мы с вами доказали Лему, что если в грани есть, если в соответствующей диаграмме, которая определяет конфигурационное пространство и конфигурационный интеграл, есть вот такая вот конфигурация, да, то интеграл по соответствующей грани будет равен нулю. Значит, тут какие-то точки и один, и два, и три, и четыре. И доказывали мы это предъявлением какого-то конкретного автомарфизма соответствующей грани, в которой, значит, ну просто было определенного уровня координат. Хорошо. Следующее, что можно доказать, это то, что вот если в грани есть вот такая вот вещь, значит, что у вас есть диаграмма, значит, здесь есть точка И1, точка И2, И3, значит, и, значит, про это известно, что вот это ребро соединяет И1 с какой-то, значит, не сливающейся точкой. То есть точки И1, И2, И3, они все находятся вот в том подмножестве точек, которые сливаются. А И1 соединялось двумя ребрами, с точками, которые не сливаются. А вот. Ну вот тогда, значит, ну вот такая лемма, что integral integral over the corresponding space то есть то есть если в диаграмме есть вот такая вот конфигурация и точки И1, И2, И3, они сливаются, то тогда у нас есть... тогда есть зануление. Значит, ну опять же, как бы существенным образом у нас аргумент точно такой же, какой здесь. А здесь что было? Помните? пространство. Просто мы делали некоторую репараметризацию, да? Репараметризацию, которая сохраняла форму, да, но при этом... ой, да, мы делали репараметризацию, которая меняла знак формы, но сохраняла ориентацию. Помните? пространство. Здесь будет наоборот, здесь знак формы будет сохраняться, а ориентация меняться. И это достигается, ну, вот такой вот заменой, что, соответственно, мы делаем УИ1. Да, значит, тут И1, понятное дело, что это свободная точка, то есть точка, не привязанная к узлу, иначе бы к ней... из нее бы три вершины не выходили, да? что УИ1, значит, у нас отображается в какую-то константу G1 умножить на УИ2 плюс УИ3 минус УИ1 плюс какая-то константа G2, ну, плюс какой-то постоянный вектор G2, давайте так напишем. Плюс некоторые постоянные векторы G2. хорошо, значит, ну, и, соответственно, какой-то УИТЭ, все УИТЭ, значит, они будут переходить в G1 от УИТЭ плюс... тоже этот вектор G2, причем, значит, что здесь имеется в виду? имеется в виду следующее, что если ни одна из сливающихся точек не привязаны к узлу, тогда на этот самый постоянный вектор G2 у нас нет никаких условий. но если она к узлу привязана... ну... ну... тогда, значит, G2, этот вектор, должен быть кратен касательному вектору узлу вот в точке, в которой они все сливаются. УИТЭ идет в G1 умножить на УИТЭ плюс G2. А, УИТЭ это... ну, УИТЭ и все остальные, все остальные сливающиеся точки. то есть, помните, у нас как бы грань, в которой точки сливались, она, значит, параметризовалась какими-то вот векторами. мы отождествляли... аля? прошу прощения, я занят. перезвоните, пожалуйста, после шести. после шести... после шести... а, да, все хорошо было, спасибо. ага, да, да. да, извините. значит, у нас, помните, значит, координаты, на которые мы бы параметризовали грань, они, вот эти условия, они немножко менялись в зависимости от того точка, конфигурация, которая сливалась, она принадлежала узлу или нет, да? что, типа, если она не принадлежала узлу, тогда мы просто требовали, чтобы центр тяжести всей конфигурации находился в нуле, да? вот, а если принадлежал узлу, тогда мы требовали, чтобы именно проекция центра тяжести находилась в нуле, проекция центра тяжести конфигурации на касательный вектор узла. Поэтому здесь мы всегда можем требовать, что вот этот G2, он как бы что нам делает? Этот постоянный вектор смещает проекцию центра тяжести в ноль, если это все вершины свободные, но если хотя бы одна из них привязана к узлу, то нам как бы нужно требовать, чтобы именно проекция этого центра тяжести на касательный вектор узла была нулема. Помните, там два разных случая было. Поэтому мы требуем, чтобы вот этот вектор G2 был кратен касательному вектору к узлу, в точке, в которой, значит, происходит слияние. Вот, соответственно, при такой репараметризации, при такой как бы замене, да, значит, у нас направление H1, H2, ну то есть точка сферы, которая, значит, соединяет векторочки U2 и U3, она естественным образом переходит в H, минус H1, E3. А H1, E3 естественным образом переходит в минус H1, E2. И H1, E2. Да? Ну и просто типа... Понятное дело, что вот эти константы, они на направление не влияют, это просто какие-то нормированные штуки, чтобы у нас как бы выполнялись условия центра масс и сферизации. Как это называется? Нормализация и сферизация. Вот. Значит, поэтому если мы возьмем форму альфа, которая, значит, получается протаскиванием соответствующего числа копий формы объема на сферы, на наше пространство, то она не изменится. Потому что форма альфа – это произведение каких-то два форм. Два формы все коммутируют. Да? Но... И еще у нас два раза знак поменялся. Сама форма альфа останется той же самой. И в новых координатах тоже. Но изменится ориентация. Ну, не изменится, потому что два минуса, и поэтому ничего не изменилось. Да. Два минуса, и как бы поменялось. Две формы местами поменялись. Вот. Но поменяется ориентация, ну, просто потому что, как бы, опять же, если вы, как в прошлый раз, посмотрите на икобиан замены, икобиан замены, как бы, вот он будет выражаться вот такой вот матрицей. Минус единичка, 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 ну, а дальше нули. То есть это будет матрица, которая существенным образом диагональная, но на диагонали будет один отрицательный элемент. Угу. Да, который вот отсюда. Вот. Поэтому икобиан отрицательный. Значит, поменялась ориентация. Раз поменялась ориентация, интеграл поменял знак. А сейчас какие там коэффициенты, там, икобиан, 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 икобиан. Где? Ну, вот. Вот здесь? Да. Вектор G2 пропорционален касательно вектору к узлу. Но он не влияет, это постоянно. На икобиан замены это не влияет. Это просто какой-то постоянный сдвиг. Угу. Понятно? Вот. Хорошо. Собственно, что мы отсюда имеем? А имеем мы отсюда следующее. Значит, мы имеем следующее, что вот из этих двух элементов следует следующее утверждение. Значит, что интегралы все интегралы по спрятанным граням обновляются. Значит, смотрите. Давайте напомню. Поменялась ориентация грани, да. форма не поменялась, ориентация поменялась. То есть я напомню, когда мы начинали с вами разговор про спрятанные грани, я говорил, что для нас будет важно, что мы рассматриваем только китайские иероглифы, которые, значит, как графы являются связными. Как здесь, собственно говоря, от несвязанных переходить к связанным, значит, я объясню чуть попозже, но на самом деле как бы просто анонс такой идеи в следующем. Я думаю, что если у вас есть алгебра Хопфа, ну, хорошо, коммутативная, кокоммутативная, градуированная биалгебра конечного типа, связанная еще, то пространство функционалов на этой штуке тоже является коммутативной, кокоммутативной, градуированной биалгеброй, где операции умножения и коумножения на функционалах просто являются двойственными к операции коумножения и умножения, соответственно, на алгебре. Вот. И, как бы, поскольку мы с вами разбирали, что для таких вещей любой элемент алгебры представляется единственным образом, как многочленных примитивных элементов, то есть он любой элемент алгебры естественным образом лежит в симметрической... Короче, в алгебре, порожденной ее примитивными элементами. Там не меньше подобных. Вот. То достаточно понимать, как устроены именно примитивные элементы пространства функционалов. А мы с вами потом разберем, что для нашего конкретного случая элемент пространства функционалов примитивен тогда и только тогда, когда он не обращается... Когда он зануляется на всех несвязанных диаграммах. При этом сам не ноль. Что? При этом сам не ноль. Да, при этом сам не ноль. То есть, как бы, это самое, что их ограничение на проект... Значит, ограничение этих функционалов на подпространство непримитивных элементов полученного проекции вдоль подпространства примитивных элементов, да? То есть, у нас есть пространство примитивных элементов, и, значит, есть вдоль него проекция на подпространство непримитивных элементов, разложимых. Да? Что ограничение, значит, функционал примитивен тогда и только тогда, когда это ограничение на подпространство разложимых элементов нулевое. Вот. Вот так вот. Поэтому нам достаточно понимать, как устроены примитивные функционалы, а примитивные функционалы на всех не связанных диаграммах зануляться. На всех разложимых китайских иероглифов зануляться. Как это доказывается? Очевидно, что SUPOSE A – это набор спрятанная грань. У нас не все точки сливаются, и мы рассматриваем связанные диаграммы. Это означает, что существует В такое, что… То есть существует вот в этом самом сливающемся наборе какая-то вершина, которая соединена ребром, с какой-то вершиной вне А, с какой-то не сливающейся вершиной. Ну и дальше просто рассматриваем случай. Значит, случай первый, когда В из холм-нод. Что происходит в случае, когда вот эта самая вершина, которая соединена ребром с какой-то не сливающейся точкой, находится на узле? С чем мы имеем дело? Да, и это означает… Ну как это называется? Помните? Да, 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 да. Это мы называли разделенный страт. Действительно, как бы множество сливающихся точек разделяется на два пада множества, которые, значит, между которыми нет ребер. Что? Ну, мы разбираем случай. То есть, когда она лежит на окружности, из нее только одно ребро, и это ребро соединяет, как бы это ребро соединяет ее с какой-то точкой вне А. Это значит, что А разбивается на два подмножества. В одном это точка В, а в другом все остальное, между которыми нет ребра. Это как бы то, что я называл дисконнект от страта, разделенный страта. Хорошо. Значит, второй случай, когда В is free, но и при этом, значит… Здесь есть только один edge, то есть когда у нас вне узла и при этом значит одно ребро соединяет как бы из v выходит ровно одно ребро которое соединяет ее с вершинами вне а а оставшиеся значит два ребра соединяете с вершинами внутри а но мы эту картинку видели что вот одно ребро уходит наружу а и два ребра внутри а проходит ну вот интеграл по такому страту мы хорошо дальше третий случай в свободно то есть лежит вне узла два ребра идут наружу одно ребро остается внутри ну это вот эта картинка давай пройдет наружу одно ребро внутри что что может ли лежать едва на узле сейчас да что происходит если она на узле вопрос к вам такое да может быть такое но что это значит проще вот представьте едва лежит на узле да как бы это в а а из и уходит мне а нет если ты здесь ни при чем снова разделенный страт это снова разделенный страт потому что эти два множества но эти две точки не соединяются ребрами с остальными сливающими значит айзер по или вот такая картинка ну и наконец третий случай ну и наконец третий случай последний случай что мы в этом случае имеем но когда все ребра выходящие из вершины в идут наружу а да опять разделенный страт снова разделенный страт что когда все нет мы как бы специально как бы брали что если у нас спрятанная грань то в ней есть вершина которая соединяется ребром с какой-то точкой вне да 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 здесь мы именно эту точку берем и значит и рассматриваем случай вот хорошо ну то есть то есть доказали что этот интеграл она он значит практически всегда обнуляется ну вот для спрятанных граней окей хорошо следующий параграф двенадцатый уже тринадцатый господи время в Продолжение следует... 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 Integrals along faces. Нет, смотрите, как мы это понимали. Мы понимали это следующим образом, что трехмерная сфера S3 — это одноточечная компактификация R3. И поэтому мы в качестве конфигурационного пространства брали не конфигурационное пространство из n точек, а конфигурационное пространство из n плюс одной точки, где вот этой самой n плюс первой точкой был полюс. И компактифицировали, на самом деле, его. Поэтому мы просто одну точку выбрали, а не целую пространство. На самом деле, помните, что происходило? На самом деле мы описывали координаты на этой самой бесконечной грани. И они были такие, что координаты на бесконечной грани были такие, что у нас был параметр R, который болтался в окрестностях бесконечности, и, значит, какие-то вектора u1 и так далее, un. Ну и дальше остальные не сливающиеся точки x2, x3, x4 и так далее. Вот эти вот векторочки u1, un, они все принадлежали R3. Они были разные, это техническое требование. У нито не равно ужитое. Да? Значит... Сейчас. Секунду. Да. Было условие сферизации и было условие нормальности. Сейчас. Тогда у нас какая размерность получается? Значит, так должна быть размерность 3n. 3n. А здесь, соответственно, 3n плюс 1 и минус 2 этих условий. Минус 2. 3n минус 1. Все нормально. Значит, когда мы улетаем на бесконечность в окрестности соответствующей грани, у нас координаты на компактификации описываются вот такими вот наборами. Это у нас это то, что она отдельно. А? Она по этой точке, конечно, она отличается. Да. Что вы говорите сейчас? Она будет отличаться технологически от других точек на сфере. Ну да, да, да. То есть мы это самое... Ну, она у нас отличается еще в том смысле, что в процессе изотопии, когда у нас узлы двигаются и перетекают в один-другой, в процессе изотопии им запрещено проходить через вот эту бесконечную точку. Вот я думал, что можно построить другую бесконечную точку, другую карту, и в этой карте уже будет... Нет, ну, в смысле, если вы будете на самом деле выбирать как бы другую бесконечную точку, вы существенным образом получите то же самое пространство. Просто смотрите, в чем дело. Просто в R3 у вас есть евклидовая структура. Удобно работать, удобно как бы говорить, что вот у нас есть как бы хорошее, значит, отображение, хорошее, хорошо описываемое отображение в S2. Да? Разница двух векторов в R3. Значит, берете, нормируете на единичку. Если у вас, как вы имеете дело с S3, у вас там евклидовой структуры нет. То есть мы пользуемся тем, что мы записываем... Не евклидовая, а как бы, ну, вот эта линейная структура, да? Структура афинного пространства. То есть мы пользуемся тем, что мы записываем какую-то карту конкретную, и из-за этого мы не можем приходить в любую карту. Да-да-да. Мы как бы эту карту, мы делаем, мы выбираем эту карту, потому что нам нужно как бы вот корректно определить отображение в сферу. Из конфигурационного пространства пар точек нам корректно нужно определить отображение в двумерную сферу. И это делается с помощью выбора карты. Вот такой вот. Окей. Ну вот. Хорошо. Значит. Вот. Значит, тут тоже нужно рассматривать случаи. Как тут рассматриваются случаи? Что вот, допустим, B. Это набор точек. Который летает на бесконечность. Ну, и опять же, значит, наши требования говорят, что в этом наборе B есть хотя бы одна точка, которая соединена ребром с точкой, которая на бесконечность не улетает. Не обязательно, да. Она просто не улетает. Потому что у нас в любом связанном куске диаграммы должна быть хотя бы одна нога. Нога — это совершенно привязанная к узлу. Вем. И ва и ва сконнецет к ва и 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 ва То есть взяли какую-то точку V и каким-то количеством ребер EV они соединены с точками, которые не улетают. Тут снова нужно разбирать случаи. Я на всякий случай напоминаю, а как у нас, собственно говоря, на эту грань у нас продолжались вот эти вот самые отображения сферам. Я напоминаю, что между точками, которые улетали на бесконечность H и G, у нас просто равнялось Ui минус Uj поделить на модуль Ui минус Uj. Это между точками, которые улетали на бесконечность. А между точками, которые улетали на бесконечность и точками, которые оставались внутри, И, может, там бесконечно далеко, соответствующая H и катая было просто равно Ui поделить на модуль Ui. То есть оно как бы настолько далеко улетает, что то, что остается в конечной области пространства, нас совершенно переставало волновать. Вот. Поэтому давайте смотреть случай. Первый случай, когда EV равно в трем. То есть все три ребра, выходящие из V, соединяются с точками, которые не улетают на бесконечность. Что мы в этом случае имеем? Что мы в этом случае имеем? Ну, мы как бы не доказывали про разделенные страты в этом случае, да? Во-первых, если это хотя бы 2, то там должен быть 0, а может, это будет что-то введение. Да, тут как бы есть такая, что если EV равно 3 или EV равно 2, то соответствующий... Значит, то тогда что происходит? Тогда отображение... Индуцированное, значит, отображение из этого состояния, страта ВС2 в степени число ребер, оно пропускается через пространство меньшей размерности. Просто-напросто. Потому что в этом случае у вас возникает 3 одинаковых вектора, 3 одинаковых направления. В этом случае у вас возникает 2 одинаковых направления. То есть пропускаете через произведение сфер в меньшем количестве. И пуллбэк, соответственно, вы берете форму степени 2 модуль Е, число ребер, да? И пытаетесь ее пропустить через пространство меньшей размерности. Разумеется, как бы ее пуллбэк будет 0. Поэтому, значит, в этом случае что происходит? Это отображение... С2 в степени не больше, чем модуль Е минус 1. Угу. Ну, просто потому что вот он вот так определил эти продолжения. Просто будет как минимум вот в этом большом отображении, которое, значит, берет конфигурацию точек, отправляет ее в набор векторов сферы. Будет как минимум 2 одинаковых. Вот. Хорошо. В случае, если ЕВ равно 1, да, ну, тогда мы, как бы, имеем дело с такой картинкой. Эта точка, эта точка, эта точка. Вот В. И вот, значит, идет в какую-то конечную часть. Вот. Здесь, на самом деле, как бы, ровно те же самые утверждения, которые мы проводили для конечного случая, работают. То есть просто делается замена, тупо, да, которая нам, как бы, сохраняет форму, но меняет ориентацию. Что в случае, когда ЕВ равно 1, то есть вершина В, улетающая на бесконечность, единяется ребрами с еще какими-то двумя вершинами, улетающими на бесконечность, и с одной вершиной, которая, значит, выходит наружу. Там ровно точно так же можно сделать замену. И все проходит. Да, 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 да. Значит, аутон, морфинон. Вот. Рум. The Previx. Агентарь. вот соответственно с гранями на бесконечности разобрались хорошо с гранями на бесконечности мы разобрались теперь значит давайте разбираться с главными грани значит наша задача состоит в том чтобы разобраться что происходит а в случае когда в диаграмме сливается ровно две точки значит как мы это с вами будем разбираться разбираться мы будем следующим образом а именно мы скажем что интегралы по граням приходящих из трех разных диаграмм они окажутся равны но ориентации значит конфигурационных пространств соответствующих этих гранях они будут различаться и различения будут ровно такими же как и в соотношении сто вот поэтому значит пусть у нас вот есть три диаграммы которые соответственно как бы ведут себя как диаграммы соотношение с ту то есть есть вот такая диаграмма которая значит нам определяет конфигурационное пространство интеграл по нему она называется с вот такая диаграмма определяющая конфигурационное пространство интеграл по нему она называется и такая диаграмма значит тут еще нужно правильным образом расставить ориентацию и метки давайте без ограничения общности считать что метки у нас будут один и два что что 2 до мы рассматриваем три диаграмма которые отличаются таким образом а значит здесь ну . 1 2 здесь будет . 2 1 вот сюда идет ориентация наружу здесь ориентация тоже идет наружу и здесь перепутать 1 2 давайте смотреть что происходит значит для каждой из таких диаграмм мы соответственно рассматриваем грань которая порождена с литием точек номер один номер два соответственно мы помним что когда мы начать вычисляем интеграл что происходит мы еще сверху навешиваем какую-то весовую систему то есть у нас что идет у нас идет интеграл соответствующий вот этой штучки и с умножить нас на соответствующих пор добавить на на соответствующий китайский иероглиф плюс точнее ну и то что мы хотим показать это то что соотношение стулу нам это все обнулить знаки сами получится значит утверждение будет состоять следующим что по модулю они все три равны и отличаются только знаками хорошо значит когда у нас ну давайте внимательно рассмотрим как бы вот эти и т и и у у вас значит у нас 12 а вот значит 21 значит что мы с вами видим мы рассматриваем случай когда вот точки 12 сливаются вместе мы видим что соответствующие грани они дефиоморфы рода видим этом да а что будет эта симметрия на что будет эта симметрия влиять да правильно она бы определить на ориентацию да именно поменяется они отличаются ориентации что соответствующие грани где он да также да 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 ориентация вот хорошо значит теперь давайте рассмотрим вот эту картиночку когда здесь точки 1 и 2 сливаются мы хотим показать что снова получается та же самая штука ну давайте вспоминать как собственно говоря была устроена эта грань эта грань была устроена следующим образом значит на ней были координаты такие значит вот была точка x на узле которой значит вот это все сливалось да значит дальше был параметр r какой-то да мы сейчас разбираемся с s с грани s был параметр r дальше был векторочек u1 это чиселка u1 принадлежит r да был трехмерный вектор u2 u2 принадлежит r ой я перепутал извините наоборот u1 как раз из r куба а u2 и 0 u2 чиселка и значит все остальные точки x3 x4 и так далее значит ну еще были условия что u1 не равно u2 к штрих от x u2 что это разные точки и что это точки различные значит было условия нормировки u2 плюс к штрих от x чего да наоборот k штрих от x u2 плюс u1 равнялось нулю потому что точка u2 привязана к узлу и на самом деле вот это соотношение влечет это если они не равны нулю оба вот и третье сейчас извиняюсь в проекции k штрих от x скалярно на вот это все вот и значит условия значит сферизация u2 по модулю в квадрате плюс k1 штрих u1 модуль в квадрате u1 в квадрате равняется единичке ну такая вещь вот напомнили так значит ну давайте смотреть как бы что у нас получается когда r равняется нулю в случае когда r равняется нулю всё manager я поймай rau о carry escrever 봤 да там Спасибо. Да, спасибо. Скажите, вопрос как бы в том, что эти два условия описывают. Вот у нас как бы при r равняется нулю, что получается? Что описывают эти два условия? При равняемся равняющимся нулю. А? Что вы говорите? Один вектор на узле, другой ортогональный. Короче, я утверждаю в том, что мое утверждение состоит в том, что эти два условия просто описывают двумерную сферу, то есть что вот этот вот набор параметров, такой набор параметров R, U1, U2, значит, linkify. Д-корреспондинг. Д-корреспондинг. Ну смотрите, как бы у вас есть, давайте, значит, U1 — это тройка чисел, U2, еще одно число, то есть четверка чисел, да? Значит, во-первых, как бы нулю, это четверка чисел, не 0,0,0,0,0,0,0, да? Значит, дальше. Это условие говорит, что мы рассматриваем в этом R4 какую-то гиперплоскость, а это условие говорит, что вот как бы мы рассматриваем какую-то эллипсоид. этот эллипсоид пересекается с гиперплоскостью. Нет, тут это самое, это просто эллипсоид. Они-то, конечно, разные, но все равно у вас в четырехмерном пространстве. Ну здесь как бы что, ну просто, значит, вот у этого эллипсоида будет какая-то нетривиальная полуось, по одной полуоси будет чуть шире, чем по трем другим. Понимаете, то есть у вас пересечение эллипсоида и гиперплоскости. Это эллипсоид на единичку меньше размерности. Что вы говорите? Ну да, топологически просто это сфера, просто-напросто. И отображение, это очевидно, ну как бы отображение, которое, значит, вот из набора U1, U2 делает точку на двумерной сфере вот такой вот U1 минус U2, ой, минус K' U2 поделить на абсолютную величину. Ну, U1 минус K' U2. Это отображение, как бы, оно является отображением степени 1. То есть оно является просто гомеоморфизмом вот этого самого эллипсоида на эту самую двумерную сферу. Потому что у нас там никогда не совпадают. Нет, то, что они никогда не совпадают, это просто означает, что корректно определено. Ну здесь, на самом деле, как бы, что происходит. Здесь, на самом деле, можно заметить, что вот эта штука, эта штука, она по модулю равна единичке. Вот это вот условие. Поэтому у нас остается только вот U1 минус K' от XU2. Вот такая вещь. Да? И как бы она лежит на единичной сфере. По модулю она равна единичке, да? Лежит на единичной сфере, пересеченной вот с этой штукой. То есть это сфера в трехмерном... Ну вот это трех... Почему квадрат? Ну потому что единичка равно... Так-так-так, сейчас... Нет, модуль абсолютно... Вот это условие говорит, что вот то, что стоит в знаменателе, имеет норму единичка. Не важно, вот здесь вот. Ну то есть другое параллельное число? Нет, U2 — это просто число. А сейчас... У 1 ортогонально K' У 1 ортогонально K' У 1 ортогонально K' Что еще раз? Ну я говорю, что это норма справа равна там слева, если у 2, то есть U1 ортогонально K' У 50. Да. И... То есть мы выберем эклидовую норму. Сейчас, но здесь обычная эклидовая норма имеется в виду. Ну это эклидовая норма, но у нас попался. У 1... Нет, здесь вот это просто условие, описывающее нашу карту. Да. Да, и для него... Сейчас. И для него, конечно, вот это вот упало. Сейчас. Сейчас. А! Ммм... Сейчас, подождите. Я понял, о чем вы говорите. Да, извиняюсь, я что-то это самое... Что-то я... Как это... Начал ерунду какую-то нести. Да, вы правы, это же трехмерный вектор. Это четырехмерная штука, да? Это трехмерный вектор. И действительно оно работает только если U1 ортогонально K' ВX, да. Да, да, да. Именно так. Сейчас оно... Ортогонально или не ортогонально? Да. Сейчас вот как-то здесь это отсюда должно быть видно. Ну да. Не хорошо. Ну, короче, да. Короче, значит, суть в том, что это самое. Что... Что вот эта вещь должна, значит, давать изоморфизм со сферой двумерной. Вот этой вещи. Сейчас, а как это сделать? Нет, это просто надо, как бы, здесь, как бы, смотрите, здесь же, смотрите, здесь вот эта трехмерная точка, одномерная точка, да? А здесь это две точки, как бы, в трехмерном пространстве. Сейчас, ну вот как-то оно должно восстанавливаться, на самом деле. Сейчас. То есть что происходит? Если у нас... А, сейчас. Смотрите, если у нас дан U1, да, какой-то, тогда, значит, квадрат модуля U2 определён однозначно, правильно? Да. Вот. И на самом деле... А, ну да, правильно, U1 определяет U2 просто из этого условия. С точностью до знака. С точностью до знака. С точностью до знака. А знак подбирается вот отсюда. Угу. 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 Так. Значит, всё на самом деле определяется точкой U1. mungkin на… Right, sure. В которой… Cact need U2… I 1… Что же Ревут… Чтобы Нylолер Ником… Нужно понять, почему у нас не может быть двух векторов. Теоретически понятно, что точка У1 может подходить к У2 с совершенно произвольной стороны, они могут сливаться с совершенно произвольной стороны, и поэтому вектор может быть какого-годно. Но вот здесь я этот момент не продумал совершенно. Как доказать формально, что это отображение степени 1? Ну просто, что это отображение 1 в 1, что пара У1, что любой вектор на сфере позволяет однозначно восстановить пару У1, У2. Как мы это делаем? Наверное, так. Берем вектор на сфере. Что мы делаем? Наверное, надо взять какой-то вектор на сфере. Потом нужно добавлять к этому вектору на сфере кратное вот этому вектору до тех пор, пока что-то не случится. т.е. берем как бы вектор на сфере R, значит, тогда этот вектор на сфере R существует единственное… тогда… Ага, да, правильно. Ищем такое альфа, что R минус альфа k' от x перпендикулярно на k' от x, такое альфа всегда существует и определено единственным образом. Правильно? Такое альфа всегда существует, то есть мы восстанавливаем набор У1, У2. Как мы это делаем? Берем… во-первых, берем вектор на сфере R, подбираем альфа, что R минус альфа k' от x перпендикулярно k' от x. Ну, понятное дело, что альфа у нас равно чему? А? Ну, типа, да, минус скалярное произведение R k' от x выделить на модуль k' от x в квадрате, что-то типа того, да? Подходит? Да, подходит. Что? Только без минуса? А, минус в альфе есть. Вот. Тогда, значит, в качестве У2 берем просто минус альфа. В качестве У2 берем минус альфа, а в качестве У1 берем что? что? Что-что? Что-что? А, берем просто R, да. R плюс альфа k' от x. Ага. Что-что? Тогда минус. Да, тогда минус. Вот. Нашли У2 и У1, ну а дальше их можно просто отнормировать на это условие. Что вы говорите? Не надо? Давайте поставим туда, и у нас там будет минус минус. Короче, ну что-то странно лучше, да? Угу. Странно. Мы кручим ноги. Да? Сейчас, сейчас, сейчас. А помните, там у В. Ну, вот она у нас где-то, она У1 и У2. Сейчас. Мы хотим сказать, что это какой-то вектор на сфере. В. Да? Тогда, значит, по смыслу у нас, что такое этот самое, что такое В? У1 это В плюс вот эта добавка, да? По смыслу. Угу. Ну, нам надо, из какого расчета, значит, ее вывести? Нам надо ее вывести вот из этого расчета. Ну вот, мы же получили какие-то В1, да? Да, да. Так. Должно получить, да. Значит, добавится, а это вообще? Что? А, вот эта сумма, короче, вот эта сумма, а, я понял. Это R минус альфа каштрих должно быть, да? Вот эта вот вещь. Это R минус альфа каштрих. От x. Вот это, да? Так, давайте начнем сначала. Взяли вектор на сфере. Да? Вот, совершенно произвольный. А, значит, хотим восстановить U1 и U2. Угу. Как мы это делаем? Значит. Надо... Сейчас. Во-первых, значит, из вектора на сфере нужно сделать вот такую комбинацию. Да? То есть мы сюда, значит, что-то добавляем. В. То есть нашли такое альфа, что... В плюс альфа каштрих над x равна нулю, перпендикулярно каштрих над x. В. 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 Значит, что тогда получается? Значит, мы хотим сказать, что эта штука, это... В. 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 Хотелось бы, чтобы V была U1. Говорим, что U1 это V. Ну да, V умножить на константу. А U2 что такое? У2 это должно быть что-то типа минус альфа. Нет, на... А, U2 как раз альфа. Да, тоже на константу какую-то. Да, конечно. А зачем нам делать так, что V в эту константу? Что вы говорите? То есть мы, наверное, хотим, чтобы V в эту константу плюс альфа на что-то? Не-не-не, так тоже на самом деле сойдет. Потому что, ну смотрите, как бы U1 определяет... И дальше как бы эту константу C мы подбираем из условия нормировки, что C квадрат норма V плюс C квадрат альфа квадрате должно равняться единичке. Вот так вот. Ну да, все, сработало. Вот он, это самое. Вот он изоморфизм со сферой степенью 1. То есть любая точка, любой набор U1, U2 вот как бы он в сферу отправляется, да, а любая точка сферы приходит из какого-то набора U1, U2. Поэтому сфера есть. Ну и по теореме Фубини эту сферу можно отщепить из интегрирования. Поскольку у нас это самое, поскольку у нас мы рассматриваем форму вероятностную меру на сфере, то есть форму единичного объема, мы можем эту сферу отщепить из интегрирования. насчет this сферы. Вот. И то, что он... То есть вот эти вот все вещи... А? 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 Следующую формулу в эти произведения. Ну и там эти части будут... Проинтегрировать ее сначала? Сначала в смысле внутри... Ну, внутри общего интеграла, да? Ну, условно говоря, у нас есть координаты, которые относятся к этой сфере, координаты, которые относятся ко всему остальному. Да. Вот мы можем сначала взять координаты, проинтегрировать сначала по координатам, которые относятся к этой сфере только. То есть это просто, что координат висит где-то отделено от всего ценного. Ну да, 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 да. Ну как Декартово произведение? Ну как Декартово произведение? А, да, да. В смысле, ну там, что интеграла по прямоугольнику, да, вот такому вот F от X G от Y равняется интегралу F от X интегралу G от Y. Вот ситуация такая. Да, что интегралы по переменам U1, U2, они как бы как-то факторизуются. То есть у вас подинтегральные выражения факторизуются, потому что зависит только от U1, U2 и на то, что зависит от всего остального. Вот это выражение для U1, U2 можно отинтегрировать. Просто получить единичный, интеграл по единичной сфере. Вот. Вот форма. Именно эта грань такая, вся эта декартовая произведение, да? Да, именно эта грань, так вот, вот эта вот грань, она, значит, в Декартово произведение превращается, да, в Декартово произведение сферы на что-то, что отвечает всему остальному. Мы вот эту сферу выинтегрировали, да, и остается как бы вот та же самая картинка. Ну и там на самом деле как бы знаки так подобраны, ну, и ориентация так подобрана, что эта картинка, она должна, значит, то есть вот эти две отличаются знаком, и это снова получается то же самое, что это, но и знак снова другой. то есть, интеграл, то есть, ИС равняется минус ИТ равняется ИИ. Вот. И поэтому при применении любой, значит, весовой системы, соответствующие грани компенсируют друг друга. Так, у нас время истекло. В следующий раз как бы, ну, аналогично разберем соотношение ИХ, здесь как бы у нас СТУ было, аналогично разберем соотношение ИХ, рассмотрим другие главные грани, из которых очень много разделенных будет. Вот. И, значит, наверное, я не знаю, я подумаю, захочу ли я полный, как бы, во всех деталях доказывать, что то, что получилось, является интегралом, инвариантом Васильева или нет. и, конечно, нужно будет про аномальную грань поговорить. Вот. И тогда последняя лекция у нас останется на обсуждении приложения этой техники к другим задачам.